сейчас просто бегом посмотрю фамилии некоторые фамилии вижу первый раз опять лет назад здесь были Александр Алексеевич вы вернулись вот как я вас уважаю единственный главный редактор кто не испугался железа отпечаток причем всю эту ересь которую мы сегодня слышали это сто процентов наука никогда ни один не напишет никогда ни за что так что вам спасибо Вера да тут есть Вера фамилия вот ну все будем читать письма ну Казахстан всегда на месте так Виноградов это я вас это самое призываю от вас жду новый рекорд по этим самым по весу этих ну в данном случае академика вот ну не только академика я ждет вас фотографии яркие таких и обязательно с вашим лицом чтобы не могли украсть как мы и воровали меня воровали даже с моей линейкой на мои фотографии на сотни навешали логотипы свои названия выгодали не стыда не совести ничего так брат привет свое вам тоже добра и света эльвира здравствуйте вы знаете что случилось ну-ка случилось следующее я забыл сказать что делаем перерыв на пять минут я пошел на кухню с кипячу свежий чай тут есть о чем поговорить я просто погнал сразу забыл что про пятиминутый перерыв объявляется пятиминутый перерыв я на кухню так пойдем дальше эльвира здравствуйте вознесу казачинская привет в 2 недели льют дожди это мои дожди у вас вернули бы вернули бы речики на моральске 36 киней михаил свинина ну архангельская по-божески красава санкт-петербург 35 дождение давно не ожидается мирослава это вы та самая мирослава с которой я познакомил наверное это вы вот имя редко в прошлом вебинаре мы с вами познакомились я познакомил с вами со всех это я вас имел ввиду чтобы вы познакомились с Натальей Ерук одна из моих верных сторонниц учениц которые я называю сестрой вот она очень это я ладно зациклился на этих она очень разносторонний человек вот и очень хороший человек обязательно надо познакомиться тем более землячка и вот само собой с Павлом Троценко так Виталий Питера зальется 15 июля держимся да вот туда льет Кулова Анатолий всем привет вот тут письма пошли на 20 июня в Нижнем Новгороде зашло 10% всего-то семечко-барикосы первая партия со 40 штук второй дефицировал сам а ну тут этот тут дефицировал тот крайний и так получается 4 штук зашло ну это ужасно просто вы наверное может быть даже сделали хорошую вещь что много заказали а погодите там 10 штук 13 из них 2 было съедены прямо в корневую шейку выгрызались крупно-плотной железо оказался по вкусу видимо софте абрикосы не трогают а софте как раз это самое разное вторая партия 120 семян не доставили все равно вот их освобождал из королупы сажал без нее это в целях экспериментов зашло 13 но все равно саты наверное ошибку не сделали что новое заказание и те выводы что можно без королупы сажать если не успели стараться и те и другие развиваются одинаково против равных условиях да кто знает это ну понимаете я человек особый то что вы сейчас сказали я ему присылаю особое название кесарево сечение так всем доброго времени суток пишет Снегирев из Твери Кузнецов так а которая казачинская так Кузнецов скажите пожалуйста при чем уважение к муравьям я заметил что пусть и на каждом холме яблони и груши они образовали муравейники то есть там их сотни как быть не мешать они корням и как там черни с ними дружат а есть муравьиных там пол вида вы их тихонечко попросите оттуда вот понимаете допустим вы считаете что они мешают их не надо уничтожать их не надо поливать ядами вот не на это самое я говорю когда я видел у меня я говорю если бы у меня были бы еще волосы черные они бы только от этого посидели дикорос огромное дерево взять найти его в Подмосковье не в саду потому что им нужно было вот такое муравейнище и вот это вот команда и когда-то мне сказали что вы бобрихами обзывали я оскорблял я их не оскорблял их не обзывал бобрихами а и вы эти кандидаты в эти самые выпускницы этим развитием а вот теперь обживаю взять диким муравейник который 50 или 100 лет кормил дерево большое старое уже пожилое которое кормил кормил и все это дерево доставало вся эта органика ведь все это логично все это одна цепочка все это симбионты не враги и взять посыпать их поливать ядами да всю страну как я вас ненавижу вот за это ведь вы же живое уничтожаете это они умнее кошек они умнее собак они умнее кого мы считаем самым обезьян они умнее этих дельфинов понимаете это сообщество с миллионами членами и вот так с ними обращаться сами гнить хрена они понимают да еще людей которые вам верят посмотрите 30 участников да знаете сколько будет через неделю 300 как вот эти как везде все я вот насчет корням еще раз сейчас закончу мысль значит тихонечко стоит тронуть муравейник не уничтожая а он уйдет в другое место больше их не увидите это я говорю тем кто это мне они не мешают у меня есть несколько десяток фотографий все забывая соврать одну кучу и прямо растут вместе с деревьями ни хрена в деревне не делается я сам удивляюсь корневая шея оказывается в муравейной куче вот ну на крайнем случае чуть-чуть поворошили извините мол вы еще не успели отстроиться вы только начали вот муравейник пожалуйста вот я чуть поворошил они уйдут от вас ну не я там же те кто умнее этого умнее во многих отношениях у них есть то что я называю вы меня разворошили теперь не только муравейник меня разворошили Сергей у них есть муравейников внешнее управление они настолько умны и выполняют обязанность которая только самый вот как есть компьютеры которые победили гениальных этих как самых гениальных там сами знаете что такое варианты перебора в шахматах да только ход сделаешь уже там 20 вариантов только полезных а сделал еще ход вариантов уже тысячи а сделал еще ход их миллионы и самые гениальные шахматисты в которых мозги которые нам недоступны я себя дураком все же считал мастером сел играть мастером спорта по шахматам как мальчишка у меня это смешно было 20-30 ходов все вот умнейшие в мире люди проигрывают электронной машине а здесь я вижу построить муравейник со 100 тысячам 100 миллионов муравьев и где каждый из 100 миллионов знает свое дело и они строят и причем такое впечатление что это компьютер их особый какой-то они выполняют не то что муравей подумал вот пойду я сейчас возьму и вот сюда положу вот эту вот знаешь что такое строительный материал летом они белые камни накрывают муравейник и муравейники прохладно белые это я тем говорю кто берет тем кто учит белить вот за что я их проклинил недавно полчаса назад вот понимаете а приходит допустим им жарко там а приходит осень они покрывают их черными камнями муравейник для того чтобы влагу откуда они это знают какой хрен инстинкт готовая разумная программа она похожа на самые большие суперкомпьютеры которые существуют в природе то есть у людей самые умные те которые обыграли и умудрились обыграть шахматистов какие бы ни были умные вот и мы люди а муравьи умнее нас а нам не создать никогда в жизни такого этого если взять создать человеческий муравейник по их образу подобию никогда это всегда о том что мы передеремся и другого поубиваем раньше чем это чем мы построим общий дом они могут они умнее вот поэтому я призываю поаккуратнее с ними пожалуйста то есть все